Друзья, всем добрый день! На связи Александр Янюк. Я рад вас приветствовать на нашей нетрадиционной трансляции, посвященной обзору фьючерсного рынка, а именно подведению итогов торговой недели, которая началась у нас в понедельник. Во-первых, хочу извиниться за то, что вчера не было трансляции, не было подведения итогов. До последнего я верил в то, что успею добраться к месту дислокации, что там будет хороший интернет, и я без проблем сделаю этот обзор, но, к сожалению, не успел. Поэтому сегодня у нас будет нетрадиционный обзор. Сегодня мы проведем его не в офисной обстановке, ну и плюс он будет немного лайтовым. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это то, на что обращали внимание большинство инвесторов, что осталось незамеченным. Итак, на этой неделе, в понедельник мы говорили о том, что евро имеет все шансы подрасти, но если посмотреть на график, то где мы начали эту неделю, там мы ее и закончили. Да, был неплохой рост, торговая идея евро в покупку, канадский доллар в продажу, она себя в середине недели неплохо отработала, но под конец недели все-таки закрылась там же, где и открывали эту сделку. Поэтому по евро все еще ждем. заседание, точнее, не заседание, выступление председателя ЕЦБ я, к сожалению, не смотрел, но судя по реакции эректора, может, там не все хорошо. Дальше. Трамп подписал с США фазу 1 торгового соглашения, по которому Китай взял на себя огромные обязательства в виде закупок американских товаров на общую сумму не менее 200 миллиардов долларов в год. Там и промтовары, и сельхозпродукция, и сырье. Безусловно, это позитивно повлияет на кировую экономику на рынке для торговых ситуаций. Это очень-очень хорошо. Но сможет ли Китай придерживаться этих договоренностей? Посмотрим. Но, опять же, судя по реакции рынка, это все уже было учтено цен. Это все уже было прайсено. Потому что рынок-то обновил исторический край, но как-то вот очень гало после подписания. Остались пошлины в виде 250 миллиардов на китайские товары, но пошлины на сумму 100 миллиардов не были введены. Поэтому считаем это позитивным для рынка, для Китая. Но как-то нехорошим. Не было супер такой яркой реакции участников рынка. На этом я, скорее всего, уже попрощаюсь с вами. Единственное, что хочу сказать, что нужно отдыхать. Нужно отдыхать, потому что рынок будет вчера, завтра, будет он и послезавтра, никуда он не денется. Сделки всегда будут, но отдыхать тоже нужно уметь. Нужно правильно отдыхать. Поэтому всем желаю хорошо отдохнуть на этих выходных. Остался один, ведите на выходной, поэтому насладитесь этим днем. Проведите его с семьей, проведите его на природе, может быть, во время прогулки. Потому что с понедельника, а именно, точнее, со вторника мы начнем работу, включимся уже полностью в работу. Поэтому до вторника, во вторник мы поговорим о тех новостях и о том фундаментальном фоне, который будет присутствовать на следующей неделе, формируем несколько инвестиционных идей. Будет интересно, приходите на связи. Хорошо вам отдохнуть.